В центре Москвы открылся «Восточный базар» – новая выставка живописных и графических работ в Музее Востока. Неповторимая атмосфера и мастерство художников посетители галереи делятся впечатлениями. Государственный музей Востока готовится отметить свое 105-летие. Неповторимый колорит «Восточный базар» – буйство красок и разнообразие форм. И можно даже представить, как вокруг разносятся насыщенные ароматы сладких фруктов. Все это выставка «Восточный базар». В экспозиции Государственного музея Востока более 150 живописных и графических работ художников Средней Азии и Российского Кавказа. Базар своими красками всегда вдохновлял художников. Дюма говорил, побывав на Кавказе, как великолепно базар должен провоцировать фантазию художников. Петров Водкин, в 20-е годы побывав в Средней Азии, оставил в своей книге о Самарканде замечательный кусок о том, как меняется базар в течение времени. Сначала там появляются персики, перемежающиеся вишнями, потом постепенно краски базара меняются на цвета и формы винограда, а потом это все заселяется кругляшами дынь. И вот это ощущение цвета, ощущение света, ощущение запаха, конечно, не может не вдохновлять художников. Восточный базар раскинулся на семь залов музея. У каждого своя энергетика и смысл. К примеру, это пространство назвали диалоги и персонажи. Акцент здесь сделан на характере покупателей и продавцов. А в этом зале базар представлен как часть города, который, как правило, возникал на пересечении торговых путей. В центре внимания известная картина узбекского живописца Павла Бенькова «Крытый базар в Бухаре». Наряду с ней представлена премьерная работа Ивана Казакова «Развалины Бибиханы», на которой изображен базар у подножья мечети в Самарканде. Премьера, потому что вещь была написана в два приема, и она за счет того, что были нарушены какие-то технологические параметры, она осыпалась. И наши реставраторы буквально по кусочкам восстановили это полотно, восстановили подпись, восстановили фигуры. И сегодня мы эту работу выставляем в новорожденном виде. В других залах выставки представлены жанровые наброски, портреты и пейзажи классиков 20 века, таких как Александр Волков, Аганеста Тивосян, Владимир Фаворский и произведения мастеров второй половины 20 века. Лали Замбахидзе, Юрия Кириченко, Олегпера Розакулиева. Олегпер Розакулиев – бакинский художник, который, к сожалению, был репрессирован, и 25 лет практически он провел в лагерях. И когда он вышел из этих чудовищных условий, у него практически исчезло чувство цвета. Ему пришлось заниматься только графикой. Но он делал замечательный леногравюр, огромную серию сделал леногравюр, посвященную второму вакууму. Сабина и Амина пришли в музей посмотреть на работы бакинского художника и ощутить атмосферу Восточного базара в Москве. Родилась в Петербурге, но так сама азербайджанка очень приятно видеть. Мотивы Баку очень прекрасны. То, как представлено, очень приятно. И погружаешься в эту атмосферу. Мы прошли пару залов, нам очень понравилось. Естественно, особенно зал с представленными картинами про Баку. Атмосфера добра. И вот прям хочется оказаться вместе рядом с ними, пообедать, позавтракать. Помимо картин и графики, на выставке показано и прикладное искусство. Всевозможные кувшины, острые кинжалы, красивые светильники. Среди экспонатов есть и необычные вещи. На базаре это как раз часто очень сталкивается. Совершенно парадоксальные вещи. Это их больше нигде не найдешь. Но, например, на устники, которые восточный джентльмен мог надеть на ночь, чтобы усы, так сказать, прилегали ближе к лицу. Они торчали в разные стороны. Или вот совершенно недавний наш дар такой нашему музею – калоши для невесты туркменские. Выставку «Восточный базар» приурочили к 105-летию Государственного музея Востока. Само празднование значимой даты состоится 31 октября. В этот день посетителей ждет большая программа. Это и чайная церемония, и театр Кабуки, и буккроссинг. Про свои любимые экспонаты расскажут заместитель директора по развитию Владимира Витисян, советник директора Татьяна Митакса и заместитель директора по выставочной работе Илья Зайцев. Впервые за долгое время откроется наша особая колодовая. Там посетители смогут увидеть золотые, серебряные сосуды, вооружение. Все это красиво, богато украшено, полудрагоценными камнями. И у нас произошла переэкспозиция. И это стоит увидеть. И очень ограниченное количество человек смогут это посмотреть. Для тех, кто подписан на страничке музея в соцсетях, сотрудники подготовили челлендж «Дни ковра». И это не случайно. Одним из первых экспонатов, с которого началась история коллекции «Музея Востока» в 1918 году, стал азербайджанский ковер «Лен Карань». Мы предлагаем присылать фотографии на фоне ковров. Это должно быть и весело, и кто-то посмотрит свои семейные архивы, и может быть прослезится и скажет нам спасибо. А победителям мы подарим мерч от нашего музея. И наши партнеры ВКонтакте умные колонки подарят. Так что это то, за что стоит побороться. Музей в самом центре Москвы уже на протяжении 105 лет рассказывает жителям и гостям столицы о многообразной жизни народов Востока. Именно здесь можно познакомиться с искусством Дальнего и Ближнего Востока, Центральной Азии, Кавказа. И все годы музей продолжает удивлять, представляя посетителям все новые и новые экспонаты. В фондах музея их хранится множество, в том числе живопись, графика, скульптура более чем 100 стран мира. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте.